Слава нашему Господу Богу! Слава! В продолжении нашего служения я зачитаю послание 1 Коринфянам 8 стиха. Читаю такие слова. Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас. О, если бы вы и в самом деле царствовали, чтоб и нам с вами царствовать! Первое, что говорит Павел, вы уже присытились, может, и мы присытились тем, что есть, тем, что Бог подаёт. Далее говорит, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтоб и нам с вами царствовать! Доводить до ихнего сознания, ихнее состояние. Люди находятся в присыщенном положении. А когда человек присыщен, он спокоен, ему ничего больше не надо, вы уже обогатились, значит, приняли богатство Христа, имеется в виду духовные служения, и вы, говорите, уже стали царствовать без нас. Фактически они не царствовали из слов Павла понятно. О, если бы вы в самом деле царствовали, чтоб нам с вами царствовать! И далее идёт такое пояснение, ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделали позорищем для мира, для ангелов и человеков. И говорит, мы безумные Христа ради, а вы мудрые во Христе, мы немощные, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии. Я думаю, понятен, понятно направление слов апостола Павла, который здесь напоминает, мы, говорите, безумный Христа ради. Значит, как юродивие среди окружающих, а вы мудрые во Христе, мы немощные. Павла говорит, буду хвалиться своими немощами, ибо я, когда я немощен, тогда силен, а вы, говорит, сильные. Мы в бесславие, а вы крепкие, вы в славе, а мы в бесчестии. Вы в славе. Люди принимают друг от друга славу. И Павел говорит, вы в славе. И вы думаете царствовать без нас, если в самом деле вы такие были, чтобы и нам с вами царствовать. Люди, которые присваивают себе славу, которую они не имеют, значит, появилась гордость у людей. Люди возгордились, верующие, считали себя духовными людьми. Не было недостатка ни в каком даровании. А Павел говорит, вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод, жажду, наготу, побои и скитаемся. Какое их не было положение? Они мы силою дьявола. Но они не отчаивались. Терпя голод, недостатки, побои, позор. Но отчаяния там не было. Они знали, как служить Богу. Они знали, насколько им надо смириться под крепкую руку Божию. Чтобы действительно они ощущали в себе Христа и силу Божию. Чтобы они ощущали в себе прощение. Вы знаете, чтобы ощутить прощение, Это большое дело для христианина. Когда христианин одерживает прощение в каких-то грехах, кто-то за него помолился, воздействует Дух Святой в обильной мере, посещает человека. Человек радуется, торжествует. Никому не может передать того, чем наполнено его сердце. Ибо получил прощение. Не просто сказал Господи, прости. И на этом все. А получил прощение. Он освежился. Он стал свежий. На него каплей троса Господня. Исходит благодать. Идет дорогою. Исполнен силою Святого Духа. Кругом люди окружают. А он радуется, молится. Бог посетил. Там, где человек не думал, там открыл служение. Получил прощение. Просто сказать прощение – это не все. Это теория. А практика. В чем практика? Практика в том, что ты соединился с Богом. Не кто-то тебя заставил. Не почему-то по велению. А так все сложилось в жизни, в обстоятельствах жизни твоей. Бог привел тебе до этого положения. И показал, смотри, какое у меня есть служение для тебя. Ибо я простил тебя. И сегодня освежаю тебя. И ты чувствуешь прощение. Оно подается от силы и власти Святого Духа. Это и благоволение Господне. Это и различные служения, в которые ты можешь войти, которого может многие не понимать. Пусть не понимают. Придет время, вразумеют. А ты держи, что имеешь, дабы тебе не потерять согласия, не потерять контактов с твоим Богом. И когда находит на тебе эта сила власти, как можешь ты много говорить? Как можешь ты быть невоздержан? Как можешь быть ты недоволен? Ибо довольство твое есть то, что сверху приходит. От Бога, от власти, от силы Божьей. Это твое довольство. Ни богатство денег, ни окружающее положение твое. Ты можешь иметь такое, понимаешь, положение высокое среди людей. Можешь показать себя благочестивым, но оно ничего не дает для тебя. Дается, когда приходит с неба. Ты закрыл комнату твою, дверь закрыл, вошел в комнату твою, помолился в тайне, а получаешь явно. Какое-то прекрасное служение. Это служение не буквы, это служение Святого Духа. И его нужно человеку пережить. Нужно войти человеку в это служение, а не просто слышать о нем, слышать теорию. Это еще мало для человека. Ты должен войти в славное служение, в общение Господа. И тогда легко тебе будет нести бремя, которое возложил на тебя Господь, той крест, который дан тебе от лица всемогущего Бога. О, это будет радостное, радостное движение в силе Святого Духа. Сидеть просто, слушать – это не все. А вы, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь с Духом Святым, сохраняйтесь себе в любви Божией, ожидая милости от Господа. И к одни будьте милостивы с рассмотрением, а других страхом спасайте и строгая из огня, гнушаясь даже одеждаю, которая осквернена плотью. Гнушаясь даже одеждаю, не то, чтобы приветствовать этого нечестивца или развращенного грешника, гнушаясь даже одеждаю, которая плотью осквернена. Какая-то чистота должна сопровождать христианина. Какая-то наука Божья должна открыться с высот небесных. Это не человеческая наука разума, человеческого. Это служение премудрости Святого Духа. Ибо премудрость всем обладает. Она подвижнее всякого движения. По чистоте своей сквозь все проникает. Она имеет содружество с Богом. Она есть зеркало славы Божьей. И Бог любит таковых, которые имеют премудрость, руководятся ею, достигают ее, ибо это не разум и леской нет. Это что-то выше, о чем может говорить премудрость, о чем мог говорить Соломон, о том, что Бог открывал. Приходили издалека послушать премудрости Божьей и не ошиблись. О, как мало мы слышали о тебе! Да мы видим больше того, что говорили о тебе, ибо там обитала премудрость Божья. Он мог обо всем говорить, потому что Бог великий открыл премудрость свою, свои каналы, свою бездомную пропасть мудрости Божьей. Не одна, да столько велика она, а мы, а мы нуждаемся в ней. А может, мы говорим, мы способны, мы от самого детства имеем способность, и школы, и институты, наука и прочие, мы способны. Дорогие друзья, способность наша, она равна нулю. Наша способность. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Не буквы, но духа, ибо дух все проникает, их глубины Божия. Что хочет тебе сегодня сказать Бог? А то, что и для меня, что Бог есть любовь, и Он желает спасти грешника, Он желает дотронуться до Него своими перстами, Он желает изменить его жизнь, и поэтому его труд прилежный над всякою плотью, прилежный труд, доколе дыхание у человека, доколе к сердцу бьется, прилежно Бог готовит, чем послал Святого Духа. И Он готовит, и Он совершает великие дела в Церкви Божией. Она не может заснуть, она не может тонуть, она не может опускаться ниже и ниже, ибо ее поддерживает слава Духа Господня. Бог наполняет ее, Бог любит ее, видит недостатки ее и покрывает эти недостатки. Но я, говорит, Господь готовлю, Аллилуйя, будь готов на всякий день и на всякий час, потому что никто не знает определение Господня, но ты дорожи днями твоими, которые дал тебе Бог, дорожи минутами, секундами жизни твоей, которую предначертал тебе Бог. Тебя не ведет людской разум, тебя ведет Господь ко спасению. Поэтому ты слушаешь тысячи проповедей, тысячи наставников говорят для тебя, но основный наставник – это я Господь, основный наставник – это я Дух Святой. Хорошо, хорошо, когда Он имеет место в твоем сердце, имеет доступ до твоего слуха духовного, до твоего внутреннего человека – хорошо. Он укладывает этот путь и проникает в тебя. Приходит время, жезл протягивает благодати и говорит, возьмись за мой жезл, и я поведу тебя. Я укреплю тебя. Моя борьба за твою душу, я не хочу отдать тебя сатане. Он рыкающий, Он хочет поглотить тебя, но я, как Творец, имею право до тебя. Я сотворил тебя. Поклонение одному Богу и в Духе Святом. Владыка, Вечный Дух Божий, Аллилуйя, один Он достоин поклонения. Враг говорит, поклонись мне, и все отдаю тебе. Все отдаю. Господу Богу твоему поклоняйся. Ему одному служи. И возлюби Господа не просто словами своими, а всем сердцем своим, разумением своим. Возлюби Его. Это твое сердце должно покориться и возлюбить Бога. А Духом соприкасайся с Вечным Богом. Не заблокируй Его. Дай Ему место. Твои слова очень короткие, и они невесомы. Дай место Духу Божьему. Аллилуйя, чтобы Он вознес твою молитву, чтобы Он подкрепил тебя, поддержал тебя. Ибо если не сделаешь это, то станешь усыхать, как сухие ветки сбрасываются и повергаются в огонь. Неужели, дорогая душа, ты хочешь быть сухою веткою? Порывом ветвьров искоренится сухое. Оно упадет, незрелые плоды упадут, они никому не нужны. Ты должен быть зеленеющим, благословенным деревом, а корни твои у потока Господнина. Кругом пустыня, теснота, а дьявол приходит и смотрит, зеленое дерево, берет топор, и я его надрубаю. О, ничего не сделаешь. У него корни глубоко у потоков Божьих. И будешь, как дерево у потоков вод, превосащие вовремя плоды свои, зеленеющие, и Бог благословляется таким деревом. Это дерево, благословенное у Иисуса, аллилуйя, плодоносное. Красота неба, Дух Святой. Вы не думайте, что так в служении все происходит, как обычно, Дух Святой контролирует служением. И наше служение контролируется Богом. И Бог хочет посмотреть на твою внутренность. Готова ли она принять благодать на благодать? Готова ли она принять силу Божию? Аллилуйя! Ибо без силы Божией не можешь двигаться дальше. Усохнешь, как то дерево, будешь слушать тысячи проповедей, но если не наполнит тебя Бог силою и властью, аллилуйя, будешь засыхать. Это медленная духовная смерть. И сделайся подобным человеком. А Дух Святой не желает духовной смерти. Сегодня день спасения. Сегодня посылайте власть и силу для народа своего. Ободрись каждой душа. Проверку сделай для себя. Дух Святой ходит и контролирует, аллилуйя, кто в каком положении, чья внутренность чем заполняется, мирскими мыслями или благословением Божьим. Свят, владыко жизни, готовь себя для молитвы. Аллилуйя! Ибо небо уже открыто. Если откроешь внутренность твою, соединись с небом. Будет дан ключ для тебя открывать небо молитву твою и получать благословение от Господа. Не просто сидеть и дремать, а получать благословение в Духе Святом. Аллилуйя! Живые камни, они устрояются в дом духовный. Не мертвые камни, а живые, которые оживляются властью, силою Божьей, они устрояются в духовный дом. Аллилуйя! Они имеют право на древо жизни. Они питаются рекою жизни сыры и дочери Всевышнего. Сыры и дочери Всевышнего. Они имеют полноту, они имеют чистоту, они имеют власть Христа Иисуса. Помощь идет, помощь идет, она приближается. Если ты открыл себя для Бога твоего, Бог откроет благодать в обильной мере, и наполнится сосуд твой фемиамом, и уста твои будут изрекать премудрость вечной славы Божьей. Вот мир мой, говорит Господь, и я посылаю Его в народ мой. Вот мир мой течет и разливается потоком, ибо время подняться народу моему. Хвали душа, хвали душа, тебе дано право хвалить Христа. Сиянье неба, сиянье славы, Дух Святый накормит тебя, возрадует тебя, умножит правду свою. Свят, Свят, Свят Господь Самого, Благодарим Иисуса, Аллилуйя, аминь, склоняем колени, возвеличим Христа, аминь, фрагудеви скарбен. Аллилуйя, 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 Санта Романауз, Владыка жизни Ромен Клебер, чувство веры, чувство жизни, крендули при Флайден, хваленье, 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 клексантур бенгли, дуре бенгли, мир, мир, мир. Мир, 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 сенглор в тейзен тавур, мир, мир, глор мен севель гляйдер. Аминь. Ох, хваленье тебе, Христос! Ох, хваленье тебе, Иисус! Аллилуйя, надежда вечная! Аминь! Ах, ликующая церковь! Аллилуйя, облекающая силою и властью небо! Контроль великий! Аллилуйя, аллилуйя! Аллилуйя, аллилуйя, сила Божия! Ох, хваленье тебе, Иисус! Ох, хваленье ты напояешь! Аллилуйя, напояешь детей твоих! Аллилуйя, они исполнены благодатьями, силою твоею! Храман Дейвер! Ох, храм великий Божий! Аминь! Аминь, Сантуриглермен! Ах, любовь Иисуса! Благодарение! 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 Крамин Клойдер! Велик, великий славен! Велик, великий славен! Чудный Бог! Велик, великий славен! Чудный, вечный Бог! Краман Велик, великий славен! Аллилуйя! Аллилуйя! Благодарение Всевышнему! Аминь! Великий совет неба! Аминь! А в отче, аминь! Аллилуйя! Служебная сила ангелов! Аминь! Она сопровождает народ! Аллилуйя! И он движется стремительно к победе Божьей! Крамин Вардене Суреглейдер! Аллилуйя! Аминь! Аллилуйя! Аминь! Фрагутаус! Велик, великий, аминь! Аллилуйя! Хваленье тебе! Доброта твоя наполняющая, аминь! Сердца детей твоих, аминь! Они сегодня взяты в удел! Аллилуйя! Силы твоей! Аминь! Они в уделе! Они контролируются жизнью! А ты их жизнь! Аллилуйя! Аминь! Она в действии, аминь! Она прикладывается на дух человека! Твоя печать! Печать любви! Печать милосердия, аминь! Аллилуйя! Это не печать печали и разочарования, нет! Это печать твердости решения! Служить Богу живому! Крамин Валаур Гентер! Аллилуйя! Аллилуйя! Свят Бог живой! Друзья мои, есть записки! Поднимем руки свои в ружде своей! Аминь! Кто имеет нужду? Аминь! Ожидаю милости от Бога живого! Ибо ее Дух Святой, наполняющий нас! Аминь! Аминь! Благословенно имя Иисуса! Аллилуйя! Кровь завета! Ты, Бог великий! Аминь! Ты видишь и знаешь сердца детей твоих! Ты видишь нужды детей твоих! Обремененные они! Но они жаждут спасения твоего! Аллилуйя! Они жаждут призыва родных и близких и знакомых! Это жажда спасения грешников! Иисус! Услышь такие молитвы! Такие просьбы! Аллилуйя! Аминь! Это все быть во славу имени Твоего! Ибо Ты поспешишь за наследие Твоего! И ускоришь пришествие Твоего! Ибо оно скоро придет! Аллилуйя! Скоро грядет Бог! Аминь! Это не мертвый! Это живой Бог! Аминь! Который грядет за народом Своим! Аллилуйя! Аллилуйя! И поднимутся головы! Аминь! И скажут гряди всемогущий! Мы ожидали Тебя! Слава Ему вовеки! Царю нетленному живому Богу! Отцу и Сыну и Святому Духу вовеки! Аминь! Отче наш, что живешь на небесах! Нехай святится имя Твое! Нехай прийде царствие Твое! Нехай будет воля Твоя! Як на небе, так и на земле! Хлеб нам щоденний подавай нам на каждый день! Просты нам правыми наши! Як и мы прощаем виновальцам нашим! Не уведи нас у спокусу! Алли вызвали нас вид лукавого! Бо Твоее царство! Сила и слава! Вовеки! Аминь! И встаем, друзья!